Все врачи так с пониманием относятся, говорят, да, да, и прямо утешают, что очень сильные вас ангелы-хранители, значит, потому что я действительно реально умирала. А потом уже с 10 июля, с 10 июля вот по 14 августа 2018 года, это был ад, конечно, потому что это были непрекращающиеся боли, рези, я перестала есть от слова совсем, пила только, могла пить только воду, потому что все, что я кушала, потребляла в пищу, все обратно выходило рвотный, ротный рефлекс. И в конце концов 14 августа, вот я этот день прямо хорошо запомнила, это мой второй день рождения, из тома вышла, начала выходить тряпка марлевая. Я сначала была вообще в шоке, я смотрела на это, а потом, ну, как бы инстинктивно рукой взяла и увидела, что это марлевые, марлевые тампоны. Ну, я рассчитывала на то, что больница или министерство здравоохранения адекватно воспримут эту ситуацию и предложат мне какую-то реабилитацию или что-то. На все мне пришел отказ. Потому что я фактически готовилась к смерти. Ни один врач, никто мне не мог сказать, хотя мне в БСМП делали и рентгеновские снимки, и УЗИ делали. То есть я ее сама, тряпку эту затолкала в тонкую кишку. Вот. И когда... Да, через том. Потому что специалисты, они понимают, что, прекрасно знают, что в тонкую кишку ничего невозможно вести. Субтитры создавал DimaTorzok